Всем привет! С вами Кэрол Вайт. Продолжаем тему мифов и знакомиться с персонажами. Сегодня мы поговорим о драконах. Снова о драконах. Здесь их будет затронуто побольше, но истории о них совсем маленькие. Начнем. Первый это Кан Чхо Ри. В корейской мифологии злой дракон. У доброго корейского дракона есть довольно злобный подданный дракон Кан Чхо Ри, чей приход влечет за собой засуху и гибель всего живого. Существовало народное изречение. Куда не придет Кан Чхо Ри, там сытая осень, становится голодной весной. И Му Ги. Близкий родственник драконов в корейской мифологии. Существует множество сказаний, посвященных И Му Ги. В некоторых, к примеру, говорится, что они безрогие существа, похожие на драконов. Однако из-за наложенного на них проклятия стать драконами они не могут. В других можно найти упоминание о том, что и Му Ги это своего рода личинки драконов, которым требуется одна тысяча лет для того, чтобы они смогли приобрететься в настоящих драконов. Иногда они изображаются в виде гигантских добродушных змеев, похожих на питонов. Живут они в воде или пещерах. По преданию изображение Му Ги приносит удачу. Следующий Кирен. Корейский Василиск. В предании означает дракон-петух. Появляется в мифологии корейцев не так часто, как дракон. Ему отводится скромная роль прислужника у более весомых мифических драконов или героев. Сохранилось немало старых изображений этого змея, впряженного в повозку царствующих особ, ведомую одним из легендарных героев корейских мифов. Как же это сложно! Впрочем, однажды довелось и ему отличиться. Как свидетельствуют легенды, из яйца этого корейского Василиска в 57 году до нашей эры родилась принцесса, ставшая основательницей древнего государства села. Это все, что они сказали. Из яйца родилась принцесса. Из яйца. У дракона. Как? Да, мифы порой такое говорят, что нам смертным это просто не понять. Но ведь все равно интересно. В общем, мы будем дальше продолжить знакомиться с героями, пробовав данную рубрику. Возможно, в следующих видео появятся именно легенды о незнакомстве с героями, либо же суеверия. Если вам понравится такая рубрика, я продолжу улучшать свои навыки, чтобы хорошо вам рассказывать это, меньше подглядывать. Это правда сложно. Хотя, знаете, я думаю, что видео будут длиннее. Надо будет увеличить количество материала в видео. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. Не забывайте писать комментарии. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на наш инстаграм. Там выходит много интересных видео, которых нет здесь в китобе. Ставьте на колокольчик. Да, не забывайте, чтобы не пропустить новые видео на нашем youtube-канале. Спасибо, что были с нами. Увидимся в новых видео. Пока. Сохранилось немало странных изображений. Ага, странных, конечно. Сама странная. По преданию, изображение муки приносит. Не забыла, что. Однако, из-за наложенного на все-все. Куда не придет кончури. Там... Да блин. С этими мифами с ума сойдет. Они классные, но говорить о них сложно. Чтоб вы понимали. КБ. Это и вот это. Все планы. То, что я говорю, это вообще еще минимально. Что у нас еще только ждет. Там такие истории. Такие у них суеверия, что просто... Ну и знаете, с нашими тоже можно поржать. У каждой страны свои причуды. Субтитры сделал DimaTorzok